И сегодня я был один из лучших моих интерьеров. Это я первый раз такое говорю. Прям час. Гордость нужно засунуть в жопу и понять, что это не твое. Как пишет Расслэр? Возникает сюжет, возникает персонаж, возникает образ, возникает дедлайн. Я подумал, что это какая-то палево какое-то. Потому что надо что-то новое делать. Если не сделаешь сейчас этого нового, то это рухнет. Сегодняшний автор кексов обречен на то, чтобы это стало кино. Добрый вечер, уважаемые гости книжного писателя. Добрый вечер тем, кто смотрит нас в прямом эфире трансляции. Мы рады вас приветствовать на фестивале «Книжный маяк» Санкт-Петербурга. Сегодня второй вечер, второй день. И этим субботним вечером у нас в гостях писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин. Александр, вы гости. Не могу не спросить, уже задавали этот вопрос. Что такое эксперт по стратегическим коммуникациям? Это, если все, что связано с писательством, написанием сценариев и пьес, то я абсолютно дилетант и любитель. И это просто развлечение, которое вдруг стало таким масштабным, объемным. То профессионал я, конечно, в коммуникациях, в пиаре, в брендинге. Это моя профессия, это то, что я знаю очень хорошо и, соответственно, продолжаю на этом мире работать. Потому что как только мода на меня пройдет и вся вот эта из карнавала закончится, я совершенно спокойно буду дальше заниматься, я в чем занимался всю жизнь. И, по крайней мере, будет не стыдно, что я в чем-то профессиональный, потому что это все вклады социальных сетей нового мира, что сегодня ты можешь за день, если что-то умеешь делать, неожиданно получить такой комфорт. Есть понимание, когда эта шубиха вокруг вас закончится? Мне, когда я написал первую книжку, сказали, ну, он проживет год, прошло семь лет, пока ничего не кончилось, и последний сериал снова вошел в топ. Соответственно, ну, пока держусь на волне, ну, закончится, закончится. Да, я не переживаю из-за этого сильно, если бы я провалился как маркетологый пиарщик, мне было бы обидно, потому что, ну, все-таки этим занимается юности. А здесь, ну, идет, идет. Ну, слава богу, мы сегодня говорим о том, как мысли превращаются в текст, текст превращается в книгу, а книга превращается в сценарий. У вас есть и такой опыт, и такой. С чего все началось? Как вы стали создавать киносценарий, и в чем секрет вообще хорошего сценария? Сейчас попробую рассказать. Я, как человек выражен в 90-е, привык к тому, что все вокруг рушится, и будущего нет. Мы, люди, которым было 14-15, когда развалился Советский Союз, мы навсегда будем жить в состоянии, что завтра не существует. Потому что, когда у тебя пришлось на капитал, ты, соответственно, живешь в этом печени. Это откликается, я буду повезти. Соответственно, как только у меня появилась определенная известность в качестве чтеца рассказов со сцены, то если бы я жил в стабильной Европе, я подумал, отлично, до конца жизни я буду ездить по всему миру. Будущее определённое. Да, я буду собирать эти залы, хорошо, они будут не всегда тысячные, когда будет 500 человек, но я могу расслабиться на всю оставшуюся жизнь. Потому что у меня есть, не знаю, 50 рассказов, которые нравятся зрителям. Я могу больше ничего не делать. Но так как, повторюсь, у нас невроз 90, я подумал, что это какая-то палево какое-то, потому что надо что-то новое делать. Если не сделаешь сейчас этого нового, то это рухнет. Обязательно что-то случится, из-за чего это будет невозможно. Нужно было бы скилить солому. Я начал скилить солому везде. Соответственно, первый и вполне разумный вариант был. Благодарю, если бы я жил в Европе, то это бы не произошло, потому что у меня было бы стабильное восприятие будущего. А у меня какого поколения его нет. Я думаю, так, 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 ну надо, наверное, надо как-то в кино уходить. Как уходить в кино? Что? Мне там никто не знает. Ну так, хорошо. Наверное, с короткометража нужно начинать. И я стал везде, где возможно, пытаться своей историей либо предлагать, либо сам продюсировать в качестве короткометражного фильма. И, собственно говоря, у меня их сейчас 20 штук. Они выигрывали всякие международные фестивали. И я даже, это смешно, конечно, это показал, но я даже как режиссер своего короткометражного фильма получил приз гиди на Кинотавре. Первый же мой фильм, и у меня сразу приз есть. Причем, когда его получал, мы с женой ругались, она говорит, ну, знаете, вручается, а мы с ней стоим просто отвергать на ногу, говорит, потом получишь. Короче, меня ждали на сцене, пока быстро вышло, получил, и сейчас, слава богу, получали миссис Ксения Рапопор. Это сюжет для нового разговора. Да, и она говорит, ты вообще можешь, я сейчас с Оксаной разбираюсь. Все, спасибо большое, пошел дальше. И эти рассказы зазвучали в кино. Но я понял, что написание киносценария радикальнейшим образом отличается от написания рассказов, что я не проп, не пригоден писать сценарий самостоятельно. И до сих пор проп, не пригоден. Ни один из сценариев, который вышел, у меня уже сколько, у меня там 3 сезона беспринципных, у меня что делать женщине если, 20-30 короткометражных, наверное. Ни один из них не написан в «Ножем дуночестве». Это всегда работа в команде. Ну вот, написание сценария – это всегда написание ТЗ. Это ТЗ для съемочной группы. Это не совсем прямой творческий процесс. Ты должен понимать, как снимается кино, а я не очень понимаю, как снимается кино до сих пор. Но, тем не менее, я прокачался на том, что сценарии по моим короткометражкам стали более-менее узнаваемыми. Дальше пришла Аня Меликан, говорит, давай напишем вместе сценарий новеллы для «Альманаха» про любовь только для взрослых. Говорит, бонус, там будет играть Джон Малкович, поэтому у тебя будет первый же фильм, потом и сценарий большой, там будет Джон Малкович. Говорит, да, конечно. Сколько тебе на сценарии написать? Говорит, я завтра сдам. Я подумал, в смысле, что там писать по 15 минут. А в 3 месяца мы переписывали 15-минутный эпизод. В 3 месяца. Проклял все вообще. Потому что как я пишу рассказ? Написал и сразу пошел читать со сцены. Вот в этот момент как раз интересно. А как пишет рассказ? Возникает сюжет, возникает персонаж, возникает образ? Возникает дедлайн. Завтра нужно уступать, и я пообещал, что у тебя новая программа. И ты утром садишься и понимаешь, что блин, осталось 8 часов. Дальше все-таки какой-то белый лист или это? Ну, у тебя есть какие-то там идеи в голове. Дальше у тебя есть идея, что с героем произошло. Дальше сидишь и все, он у тебя начинает жить сам. Получается херня иногда, но потом через 3-4. Но потом 3 месяца можно переделать. Потом можно 3 месяца переделать. Что-то там первые зрители попали на плохую версию. Потом я часто читаю рассказ, я сразу переписываю в голове. То есть я читаю уже другой диалог. У меня текст здесь один. Я сразу выдумываю другой диалог и читаю так. А известно, что сказал Малкович, когда увидел текст? Ну, он уже снялся. А что он сказал, когда увидел текст? Ну, надеюсь, он не сказал, что это худшее, в чем он играл. Ну, мне сказал лично, что он очень хорошо, молодец. Ну, он вежливый человек. Вот. Соответственно. И дальше вот вот. Он принял этот фильм. Ну, как-то, и не то, чтобы сильно отодвигал тему, но я все время понимал, что очень правильно в ту сторону идут. И потом грохнулась пандемия. И все мои чтения накрылись. Видите, я подумал, что я не зря столом упустил. Потому что я понял, что могу сидеть дома, не вылезая из квартиры, и все равно быть с работой, оплачиваемой работой, достаточно популярной работой. То есть я уже тогда понял, ага, и 90-е меня подготовили. Говоря про 90-е, я вспоминаю старый, как раз из этого периода фильма, Харли Дэвидсон, «Побой Маркбор». Да. И там один персонаж говорит, «Никогда не держи яйца в одной картине». Именно, да. А я, да, мне даже яйца разные. И дальше появился следующий навык, который никогда не используется режиссером. Абсолютно все сценарии, которые вы видели, реализованы у меня, все переписаны режиссерами под себя. И иногда изменены финалы, судьбы героев и все остальное. А на сколько отличается? Иногда на 108 градусов. Вот. Гордость нужно засунуть в жопу и понять, что это не твое. У меня есть вот три фильма, которые я снял сам в крупнометражке, и вот они полностью такие. Но у меня в чем гордость? «Утренний секс» сам я смотрим у меня в крупнометражке, снял я сам. Вот. А дальше ты встречаешься... Ну, мне повезло, что с режиссером работают великолепными. Ты встречаешься, не знаю, с Резоги Геншвили, и говорит, «Слушай, отличная у тебя история, которая превратилась в фильм короткометражный. Это не важно. Только давай другой финал сделаем». И он мне предлагает финал, и, ну, может быть, все равно, когда мне не понравится, но пока все равно предлагаю. «Слушай, это хорошая идея, может быть, я бы сам как не делал, но ты же режиссер». И поэтому... Он режиссер, он же не сценарист. Да, но все равно. Конечный начальник, режиссер, в ряде случаев шоураннер. В ряде случаев шоураннер, как сегодня появится. Но не сценарист. Сценарист отдает текст и забывает про него. Дальше он может прийти в кино и увидеть другое совершенно. И ты должен понимать, что да. Если бы я был только сценаристом, меня бы числами разорвало. Я бы не смог пережить, что все смотрят сериал «Беспринципный» и не знают, что это мой текст. Я бы ходил с объявлением, что «Беспринципный» — это я и так далее. Мне повезло, это как-то со мной ассоциироваться. Но сериал «Беспринципный» — это в основном продукт продюсера Данины Шарапова и режиссера Рома Кругунова. И только потом это уже имеет ко мне отношение. И они из многих вещей вырезали какие-то моменты. А на монтаже так вообще. Вы не понимаете, что на монтаже происходит. На монтаже вообще все может поменяться. Просто все герои, пол тупо у них остается тот же самый, а все остальное может поменяться. Ты принимаешь вот эти правила игры, что есть режиссер, а он отвечает. Либо иди режиссера. Я... Ну, удалось же снять свои. Да, это все... Ну, да. То есть наименее про пригоден я как режиссер. Когда там короткометраж, то пять минут. Нет. Режиссер — это адская работа, я не смог бы этим никогда заниматься. Просто никогда. Вот. И ты с этим миришься. А дальше ты понимаешь, что окей. У кино есть свои... Законы, свои... Есть свои недостатки. У кино есть свои финансовые недостатки. В отличие от американского рынка, ты сдал сценарий, получил деньги, и больше никогда их не получаешь. А я человек достаточно любящий. Они меня любят. Вот в чем я. Гораздо хуже. Да, гораздо хуже. И деньги мне сказали. Иди в театр. В театр можно заработать деньги? В театр, потому что ты им поставил... А поставил тебе потом капли. И пожизненно. Сколько она идет... Вот идет в современнике сейчас интуиция. Иногда четыре раза в месяц. Иногда пять раз в месяц. С аншлагами и все остальное. И вот все время там... Хорошо. Вот. Но если быть серьезно, то... Ты понимаешь, что в театре... Я, конечно, более пригоден для театра, потому что я пишу диалоговые вещи. А я вот в полнометражных фильмах вообще проваливаюсь. Я не умею дровать другие выстраивать на полтора часа. Там мне прямо помогают все. А то у меня полного метра не было еще до сих пор. У меня все сериальные вещи. И дальше начинается театральная история. И ты понимаешь, что это еще один... Еще одна соломка. Но даже дело не в этом, что там у тебя все-таки... Ну, наверное, другая реализация. Там нет таких дублей. Там вот как вот... Ты можешь, во-первых, с режиссером поговорить. Потому что ты видишь вот такой видень. И это каждый раз живая история. И поэтому у меня удивительным образом получилось так. У меня все комедии в кино. Вся драма у меня в театре. У меня все театральные спектакли драматические. Вот то, что здесь, в Петербурге идет... Ты товарищ, о чем молчит балет. Драма-драма. Интуиция. Драма-драма. Идеальный чек в театре Ермоловой. Антиутопия в театрическом конце драма. Вот что-то еще. Вертензи-ЮССА-драма. И кино-одни комедии. Я вот так разделил и решил. Очень хорошо. У меня есть чтение. Где я читаю так, как я хочу. И это вот... Самый такой вот... Стволовая клетка. А дальше из этих рассказов. Будет ли кино? Оно может другое. Не совсем такое, как кино. Будет и спектакль. Но все равно это разные способы донесения какой-то идеи. В этом проекте в беспринципном чтении участвует множество разных артистов. Зачем они нужны, если нравится самому читать? Во-первых, они читают лучше. Это раз. Я у них учусь. Стояв на сцене с Константиновичем Хабинским раз 70, я думаю, уже, я научился читать. Это как прыгнуть, не умея плавать и пытаться выпить. Потому что... Когда ты приезжаешь... Допустим, мы с ним поехали в первый тур по Америке. Еще какой-нибудь, наверное, 18-й год. То есть меня там вообще никто не знает. И вот, представьте, приходят люди. Они приходят... Константин Хабинский и хер знает кто. Вот как вот... Это второй автор просто читает Хабинский. Естественно, они все пришли на Константина Хабинского, а не на хер знает кто. А хер знает кто занимает половину времени на сцене. И это... Кстати, вот вы пришли, там, условно, на Битлз. И вдруг к Битлз вышел еще какой-то музыкант неизвестный. И выходит через песню. Песнирует. Да. Ну, нет. Песнирует еще очень хорошо. Вот. Естественно, я же это понимал. И... Да, тексты мои хорошо. Это успокаивает. Но я... Я же понимаю, как он читает, как я. Я натренировался. И поэтому, конечно, выходить на сцену с лучшими российскими актерами, для меня это была и честь. А потом я видел, как они читают. Мне было это интересно. Потом это их представление. Как читает Паша Дедевянко, Славика, и как читает Женя Стычкин. Это разные Славики, получается. Плюс это привлекает зрителей, естественно. Глупо отрицать, что если бы меня не читал вначале Данила Козловский, то не было бы такого быстрого взлета. Ну, это абсурд. Ну, естественно, то же самое с Константину Хабинскому, с Аней Михалковой. С Ингиборга, неважно. А они прямо, может быть, дают какой-то мастер-класс, например, урок и говорят, Саша, вот это ты плохо прочитал. Или наоборот, Костя, можно я тебе скажу, 70 раз с тобой езжу, но всё-таки вот эту реплику я бы хотел, чтобы ты читал по-другому. Так происходит? Ну, я жить хочу. Я про себя это говорю. Вот так вот. Я бы по-другому это хотел. И потом беру те рассказы, которые он читает. Нет, наоборот, всё гораздо хуже. Прилипает его манера. А, начинаешь копировать. Начинаешь, а копируешь ты хуже. У тебя нет этого мастерства. Поэтому я стараюсь даже не читать те рассказы, которые он читает. А он читает, допустим, Святой Валерий. Я очень редко читаю этот рассказ, потому что я не могу, как он. Они хуже там, они за текст берутся. Вот они сидят и что-то там даже не советуются со мной. Так, это мы убираем. Это мы тоже, пожалуй, уберём. Ну, ты живой, тебя можно править. Я говорю, спасибо большое. Мы можем посоветоваться. Да, я сейчас уже обрёл какой-то вес. Я скажу, слушай, мне важны вот эти моменты. Но считается, что хороший режиссёр, он объясняет, что хочет, а плохой показывает. Я не знаю, так это или нет. Я говорю, слушай, мне важны вот эти моменты. Как и в сериале, допустим. Вот когда мы сейчас делали с Алёшкой Кузьмин Тарасовым, что делать женщине, если. Мне очень важно сохранить лирику. И вот это изменение вдруг тональности сериала с комедией на определённый драматический момент. Когда мы выясняем, что один потерял, а жену другой не знает, его ли ребёнок. Мне нужно это обязательно сохранить. Я сказал это и Елене Лядовой, и Гоша сказал Куценко. Я всем это сказал и режиссёра. И свалил с площадки. И больше там не появлялся. И они сделали то, что нужно. И получилось так, как мне захотелось. Ну вот, поэтому мы обсуждаем, конечно. Но мне повезло, я работал с такими актёрами, которые точно знают, что хотят. Всегда хотел спросить. Вот появляется сериал, появляется множество там разных персонажей. Они все в голове или это такие шахматы, вот буквально, может быть, какая-то есть дощечка, где они как-то перемещаются, игра в куколки такая возникает или нет? Их же всех надо помнить, кто сказал, кто что сделал. Вот эта вся причинно-следственная связь. Как это происходит? Во-первых, я пишу обычно два-три рассказа одновременно. У меня открыто три экрана и у меня три текста. Я с одного на другой перескакиваю. Такая латентная шисофрения. Наверное, 80% рассказов написано так, что я не знаю финала. То есть, я начинаю думать, а что могло бы произойти, чтобы меня самого удивило. Мне очень важно, чтобы, в принципе, единственная причина того, что я могу удерживать зал в одиночку, даже. Ладно, когда Константин Юрьевич Ховенский удерживает зал, он может телефонную книжку читать, если зал будет сидеть. Ничего себе! С меня так не получится. Это то, что у меня каждые две-три минуты изменения сюжета, которые не ожидают. И вот это для меня вызов для самого. Мне важно, чтобы неожиданно было что-то. Поэтому герои в голове живут. Есть много вещей, написанных в голове, которые просто не написаны, еще не изложены. И, как мне кажется, очень важно, особенно в России, соблюдать баланс драмы и комедии. Чистая комедия в нашем несчастном обществе не заходит. Мы не можем себе позволить просто прочитать, посмеяться и побыть счастливыми. Мы вообще не очень можем себе позволить побыть счастливыми, к сожалению. Поэтому у нас практически нет. У нас, если и комедийный автор, то у него предельно драматическая судьба. Зодченко, Бабель, кого не возьми, кто пишет комедию, у них в жизни такая драма, что когда ты узнаешь, то тебе уже не смешно. Найти у нас Марка Твена, который, в общем, более-менее у него жизнь, по-моему, сложилась, и писал он весело, не очень получается. Соответственно, вот этот баланс, необходимость соблюдения баланса, меня прямо иногда заставляет подумать, что так, что-то мне кажется... Это чувство внутри. Что-то много темного, надо что-то светлое. Ну, как наоборот. Я люблю писать комедии. И вдруг ты делаешь опрос общественного мнения, и ты понимаешь, что у меня в Москве будет сейчас выступление с Аней Михалковой, Викой Исаковой и Пашей Деревянкой. И называется программа «Убери меня», то есть мы читаем рассказы, которые зрители хотят, чтобы мы прочли. Я вот вешаю голосовалку. У меня около 100 рассказов. Из них 80 чисто комедийных, 10 драмеди и 10 драма. Первые 10 мест в рейтинге наших читателей драматические рассказы. При том, что драму я пишу нормально. У меня есть прям очень хорошие комедии, которые сложно написать такие же. А драматические вещи, ну окей, ну да, но неплохие. И все равно наш зритель, да что ж такое, ты не порыдал, зря в театр сходил. Но мы любим пострадать. Ну как же так, да. И ты начинаешь прогибаться под изменчивый мир. Ты начинаешь где-то добавлять это. Я вдруг понимаю, так, стоп. Я добавляю, потому что я этого хочу добавить? Или потому что я ожидаю, что зрители тут у него... И режиссёры тоже не хотят снимать комедии. Вот прям не хотят. Вот нам повезло, что Рома Прыгунова сделал вот этот сериал беспринципный. Он поэтому так и набрал такие бешеные цифры. Потому что он не побоялся снять вот чистую комедию. Так вот самую там каноническую. А есть или может быть были, скажем, некие нравственные ориентиры? То есть откуда взялись... Ты посмотри на меня. Нет, я имею в виду в писательстве. У меня были нравственные дезориентиры. Ну потому что бывают же какие-то иногда кумиры. Там Довлатов равнялся на Хемингуэя. Кто-то там на кого-то. Я не хочу обидеть ни Довлатова, ни Хемингуэя, понимаешь? Они послушают и перевернутся. Он на нас равняется, о господи, нет. Да нет, у меня такого не было. Я же не собирался всем этим заниматься. Я написал рассказы для того, чтобы прокачать свои соцсети. То, что их собрали в книжку, а книжка стала бестселлером, для меня стало неожиданностью. Прокачать свои соцсети как пиарщика? Как пиарщика, всё. Я просто понял, что в 2012 году соцсети изменили мир радикально. Потому что мы выложили в открытый доступ души. И эта душа должна быть раскрашена. Либо она будет черно-белая. Потому что аккаунт – это твоя первая жизнь. Первая жизнь. Потому что он доступен сотням тысяч людей 24 часа в сутки. Вот какой он, такой и ты. Тебя лично знают 10 человек друзей, а остальные все знают твой аккаунт. И какой аккаунт, на самом деле, по сути дела, таким он тебя не воспринимает. И друзья тебя таким начинают воспринимать. Конечно. Потому что они каждый день видят обновление аккаунта, а встречаешь с ним три раза в год. Соответственно, естественно, твоя сетевая личность, она перевесит. Я подумал, наверное, круто будет какие-то рассказы написать, из которых будет понятно, зачем со мной делать. Много ли в этих рассказах самого Саши Цыпкина или все это? Это все я, конечно. Все. В том или ином виде, да, безусловно. А зачем иначе? Мне кажется, что это у любого автора так. Это все живущие в голове демоны, либо ангелы, неважно. Просто у кого что живет. Вот. От этого зависит. Если говорить про, возвращаясь к кино, то в чем мы услышали, что очень важен вызов, и каждые две минуты что-то происходит по-другому? Нет, нет, у меня это в рассказах, а не в кино. А если возвращаться к сценарию, то какой-то режиссер говорит, окей, Саша, классный рассказ, я хочу из него сделать сценарий, помоги переписать, будем писать вдвоем. Да. Что-то подобное. Дальше. Как происходит эта трансформация? Трансформация, ну, основная, что для меня до сих пор в некоторой степени не совсем доступно, то, что кино – это про картинку и про действие этой картинке. А я пишу всегда разговор двух людей. За редким исключением, там, за исключением рассказанное на Мадо, где реально там боевик практически, да. А остальное – это разговоры людей между собой, в них что-то происходит, но снимать это не очень интересно. И вот ты упираешься в то, что, слушай, классная идея, сюжет замечательный, диалоги вообще блистательные, а снимать-то мы что будем? Ничего не происходит. Ничего не происходит. И дальше начинается проблема. И вот все, кто хотят свои тексты превратить в кино, а сегодняшние авторы текстов обречены на то, чтобы это стало кино. Если это не станет кино, мне кажется, это не станет ничем. По банальным причинам тираж лауреата какой-нибудь там «Большой книги» или «Русского букера», «Почиш» или кого-то еще, ну, 50 тысяч. Ну окей, ну сто. А просмотров в Ютубе? А просмотров в Ютубе до сериала. Поэтому сегодня, конечно же, все толковые авторы ушли в сериал, потому что колоссальный спрос. Потому что 10 платформ, совокупно, да, у нас на 10 платформ, пилят в год по 30-50 сериалов каждая. То есть, ну, 400-500, наверное, я могу ошибаться в цифрах, сериалов выпускается. Ну, хорошо, 200. Кто-то должен написать, а это же большая работа все это написать. Вот все мало-мальских и пылесосят, как только могут. И как тогда возникает? То есть, вот есть диалоги, люди просто сидят и разговаривают. Действительно, снимать нечего. Дальше, как «Команда» беспринципно написано «Впятером», «Что делать женщине, если» написано «Вдвоем». А «Впятером» это как? Команда. Прямо одновременно все сидят и разговаривают. И набрасывают ребят. Потом кто-то, кто умеет технически это делать, кто понимает, как это все, пишет. Я, допустим, потом вставляю диалоги. То есть, мы обрисуем сюжетную линию какую-то. Давайте вот это случится, дальше здесь вот это происходит. Вот более-менее набрасываем как. Дальше они думают, какими событиями это можно все насытить, какими действиями, кто куда пошел. Дальше мне это приезжает, видишь, мне нужно вставить везде диалоги соответствующие. Потому что диалоги я пишу хорошо. Вот. Вот таким образом где-то это происходит. А дальше на площадке, на площадке появляется актер, который может это чуть подпилить под себя. Режиссер, который говорит, слушайте, хорошо было на бумаге, в кадре не работает. В кадре вообще другая, другая. Органика актера другая, все давайте что-то на площадке сценарист, может быть, мой коллега. Либо мне звонят, слушай, вместо абзаца я тебя очень прошу, давай три слова, в которых это все должно произойти. Либо вообще молча, как это сделать, чтобы вот там он тишиной ответил на какую-то фразу. И ты начинаешь нам ломать голову, что будет происходить. Это такой спонтанно прямо вот здесь сейчас. На площадке очень часто это бывает. А дальше происходит монтаж. А на монтаже там вообще все перепиливают и меняют местами сцены. И вдруг все по-другому вырисовывается. Поэтому это очень длительный процесс. Иногда бывают ситуации, это может быть великий актер, который снялся в фильме, пришел на премьер, а его там нет. Вот вообще его там нет. Причем ему не сказали, что его там нет. Он пришел, радостно сел, ждет, фильм кончился, а он так и не появился. А он говорит, слушай, мы твою линию убрали. Ему не сказали об этом раньше. Да, мы его убрали, да. Я же потом появился, один раз я появился на площадке как актер. Я сразу зашел с Netflix, с первого же нашего сериала. Анна К. Это первый проект Netflix в России. По понятным причинам сегодня неизвестно по каждому когда-то или нет. И они неожиданно меня пригласили. Я говорю, ладно, хорошо, на пробу пришел. Это была Камео или это была? Нет, нет, это роль была, да, Ваня Карениной. И меня даже отправили на какие-то утверждения, утвердили и все. Я там отснялся в чем-то, ничего больше не рассказать не могу, потому что я до сих пор связан с контрактами. Но я посмотрю, как это еще и в работе. И подумал, господи, не, не, в актера тоже не пойду. Это что, смысл 12 часов сидеть там? Как так? Ну я, конечно, предполагал, но и режиссер, там столько смен подряд. Нет, а можно я выйду на сцену, прочту полтора часа и все. В чем магия, вот когда идет выступление на сцене и зрители реагируют живьем? Что здесь самого кайфового? Ну, вот в отличие от того же самого кино, первая какого-то прямая реакция. Потому что я всегда смеялся над своими друзьями актерами кино, сравнил их работу с ситуацией, когда ты позанимался сексом с женщиной, а она через два года сказала, о, было хорошо. Вот, или, вот, то есть ты два года ждешь там, сидишь, когда, то, что ты снялся сегодня, а на экране это было через два года, вот. И, собственно говоря, ты все это время не понимаешь вообще, зашло, не зашло, получил. То есть ты должен на площадке удовольствие получать от самой работы. А сама работа, это ты 150 раз повторяешь одну и ту же фразу. А бывает так, что не заходят? Ну, то есть, или зашло здесь, а в другом городе не зашло? Ну, сейчас я вернусь к твоему вопросу первому. Поэтому у меня опыт кино не такой большой, повторюсь. И для меня это сразу стало, в смысле, а кто будет мне аплодировать? Я там отыграл, а кто будет, я подходит к режиссеру, ну все, хорошо, да, нормально, следующее давай. Ну, ладно, хорошо. В театре, конечно же, по-другому. Ты читаешь и ты моментально получаешь реакцию, а ты можешь получить реакцию, что люди становят, уходят. И это больно. Ну, у меня не так часто это бывало, но тем не менее. А реакция сегодня же какая? Загорающиеся телефоны. Как только нам скучно, мы смотрим в телефоны. И ты видишь эти загорающиеся телефоны, и ты понимаешь, что товарищ, не болтаем. Пожалуйста. И несмотря на то, я, конечно, нашел способ, я говорю, кто у меня был на чтении, говорю, что если я вижу светящийся телефон, я заряжаю это место, у нас отсутствие секса и денег на год. Ну, я понимаю, что моя магия недолго держится, если я буду какую-то хрень читать, то все равно это. Самое важное, когда ты точно знаешь, что они сейчас засмеются, и вот ты понимаешь, что сейчас про это фраза, и это будет хохот, и ты понимаешь, что... Или... А еще круче, когда ты понимаешь, что сейчас воздух застынет. Вот мне сейчас написано, это антиутопия, децимация настигся. И там я буду 17-го читать, и это такая жестокая вещь достаточно, с очень непредсказуемым поворотом, и вот я прям знаю тот момент, когда весь зал там просто... Не то, что в телефон, там... Они даже никто не ожидает, что так может быть. И вот это круто, потому что вот это прям работает. Ты думаешь, вау, ради этого ты все пишешь, на самом деле. Когда ты управляешь эмоциями, это всегда про управление. Это все про управление другими людьми, в том или ином виде. Муки творчества мучают... Меня? Да. Были муки творчества, должно быть творчество. А у меня дедлайн и сдача материала. Но так же говорил Достоевский, однако тоже работал на заказ, и тоже были дедлайны. Вот и ничего, Беса написал что-то за месяц, должен был в карты, и все нормально. Нет, муки творчества я просто не умею десяти пальцами печатать, вот это меня напрягает. Плюс тяжело писать тексты в телефоне, когда ты забыл iPad. А такого, что ты не знаешь, что будет дальше происходить, пока такого не было. А я не смогу, я не умею. Если бы у меня сразу не получился бестселлер, я бы не стал писать. Сто процентов. Если бы у меня сразу не получился рейтинговый фильм, я бы не стал сценаристом. Я не умею. Если говорить про полнометражное кино, то есть это прозвучало, что диалоги, эти рассказы… Полнометражное, как только 38 минут, больше чем 38 минут, там вообще все по-другому. Я пока не могу говорить, какой он сейчас в работе, но и то там меня процентов 30-40. Почему это трудно? Почему это труднее? Ты должен всю перспективу рассчитать. Ты должен понять, где внимание проваливается, где должно, чтобы меняться. То есть это очень сложная система, которая… Ну вот, ее так… Это режиссер этим владеет. Я просто не понимаю, как это устроено. Надо идти учиться, соответственно. И поэтому я и занимаюсь как часть коллектива. Я придумываю идею и дальше ее каким-то образом растягивают. Нет, это действительно очень сложно, поэтому хорошего кино мало. Особенно сегодня, когда внимание удержать сложнее всего, когда ты можешь в любой момент остановить. Когда ты в кинозале заперт, то тебе особо деваться некуда. И у тебя 5-7 минутный провал в динамике. Он простителен, но человек что-нибудь там, не знаю, поцелуется с девушкой, еще что-то произойдет. Он никуда не выйдет. Когда ты дома смотришь сериал, то 2-х минутный провал делает то, что человек просто нажимает «Стоп». «Стоп», начинает купить чай. Я где-то читал, что основная масса людей смотрит сериал 12-13 минут, а потом просто не нравится им. Плюс вот эта система, когда каждую неделю новая серия, люди просто не дожидаются. Либо нужно смотреть все 8 серий «Дома дракона» сразу. Но немногие себе что-то могут позволить. Пандемия кончилась. И ты не можешь 8 часов вот так подряд смотреть. Когда выходила «Игра престолов» и так и сидел. Вот сейчас, допустим, «Дом дракона» меня так не цепляет. А «Игра престолов»? «Игра престолов» я просто адский фанат. Я считаю, что это лучшее, что было в мировом кино. Это «Игра престолов». Потому что я заметил, что один и тот же герой, который никак не изменился с точки зрения его наполнения. То есть, он прорисованный. В одном сезоне я его обожаю, а в другом ненавижу. То есть, мною управляет так, что я не понимаю, как это происходит. И иногда в течение одной серии ты вот… Да, это великий сериал. И, конечно, написали великие люди. А если говорить не про сериал, а про художественное кино. И с последнего, что цепануло все-таки. И вот можно сказать, вот это хорошее кино. Вот это стоит посмотреть. Ой, у меня заранее было вопрос таки задавать. Я сразу моментально начинаю забывать, что я смотрел. И то, что я точно хочу посмотреть, всех хвалят, что просто разрыв сердца Пармы. Говорят, что это просто крутейшее кино. А так, сейчас фильм с Ксенией Рапопорт и… Господи, товарищ с Юрой… Фамилию забыл, надо же. Вот. Он мне поставил, а я сразу не понял. Про то, как возвращается чужой сын с войны. Вот. Цеплял. Да, очень крутой фильм. Я сейчас и название забыл сразу же со страха. Да. Хорошо. Саша, если говорить про театр, то законы театра совершенно иные, чем кино. В кино картинки, в рассказах диалоги, а тут есть что-то еще? Тут я еще менее профессионален. Сразу могу сказать, потому что в театре я только отдаю текст, и там дальше уже режиссер или художественный руководитель, как в случае с спектаклем, он что-то с этим уже делает. Вот. Там, да, там все на сцене происходит. Соответственно, там дублей нет. Ну, это банальные вещи, о которых я говорю. Но там тоже отдаешь режиссеру. Мне кажется, для меня лично, мне проще с театром. Мне пока вот те пять пьес, которые у меня есть, мне кажется, я с ними мучился меньше, чем со сценариями. Вот. Потому что все-таки там люди много должны говорить. И то, пока режиссер не придумает картинку, как это все должно. Но хотя, как вот идеальный чех, его в Ермоловы поставили, и я пришел с первой версии пьесы, и Олег Евгеньевич сказал, слушай, прекрасно, но все надо переписать. Я говорю, ладно, хорошо. Вернулся, переписал всю пьесу. Он говорит, значит, еще лучше, но все надо переписать. Я вернулся, снова переписал, придумал до 2037 год. Суд над моей книжкой. Говорит, ничего, и это мы оставим. Вот. Спасибо большое. Вот. Поэтому, опять же, это тоже вариант для развития текста. Во-первых, коротко. Все-таки полтора часа, опять же, два часа. Вот. И это всего лишь 80 страниц. Это же замечательно. Сколько времени уходит на то, чтобы создать какой-то текст в самое короткое время? Самое короткое я написал серию беспринципных за два дня. За два дня. Это самое короткое. А самое длинное можно было 15-минутный эпизод писать три месяца. Тут как повезет. Но, в целом, это все равно. Ты много раз переписываешь сценарий. И все самые известные фильмы написаны по сценарию, который был радикально переписан тысячи раз. Мне кажется, литература все чуть по-другому. Мы говорили, что муки творчества не мучают. Да. А вдохновение, оно как-то приходит? То есть, я чувствую, появляется это ощущение, что, о, все. Вот прямо хочется не вставать с места, хочется продолжать печатать, потому что... Нет. Мне никогда не хочется печатать. Мне вообще никогда не хочется печатать. Если бы я мог не печатать, я бы не печатал, я бы так сказал. Но мне надо читать текст, я не могу его выучить. Вот. Я терпеть не могу сидеть и писать. Прям ненавижу. Я люблю читать рассказы со сцены. Все. Это все, что мне достает удовольствие. Все остальное, это прям работа. Я понимаю, что надо, что обязательно, что надо сдавать. Но я ненавижу прям это. А если взять какого-то человека, который там наговорит... Я не умею наговаривать, я могу только писать. Я не могу наговорить текст. Я вот даже текст пресс-релиза не могу наговорить. Я могу только сесть и написать. Это вторая проблема. Если бы я умел наговаривать и нашел бы людей, которые сидели бы и все записывали, я бы вообще чистым человеком. Если говорить про первую профессию, эксперт по статистическому коммуникациям и сейчас, какова доля ерунды, скажем так, которая не профессиональна и той первой профессии, которая была значимой? Я бы не сказал не ерунды, я бы сказал карнавал. Карнавал, хорошо. Прозвучало, что это не профессионально, это не так. Да, но пока еще. Но я думаю, что процентов до сих пор 50 это в том или ином виде. Это коммуникации, это лекции, это выступления с кейсами и это продвижение собственного проекта. И 50 процентов это остальное. Где-то, наверное, так. Ну, 70 на 30. А в деньгах? Да, в деньгах точно так же, наверное. Многие люди начинают писать сейчас, чувствуя вот этот тренд и пишут в соцсетях, и создают свои произведения. Борисов Юра, вот все. Господи, я сижу не могу. Ура! Пришло. Я заел Юру Быкова, заел, заел, заел. Блин, я понимаю, что не Быкова. Борисов, конечно. Мама, я дома фильм. Слушайте, память, она начинает так. Да. Создают тексты, а в какой-то момент кто-то обращается к уже созданным текстам и пытается из них создать уже сценарий. Хотелось ли так работать? Нет. Мне из чужих текстов создавать сценарий не хотелось. У меня пока своих много. И потом Нечиславия не позволит. Все же будут говорить, ну это просто переписанный там кто-то. Я лучше… Как же так, в смысле? Но Пушкин изучал историю, например, и создал что-то про Пугачёва. То есть, может быть… Нет, это другое. Совершенно. Это другое. Во-первых, надо иметь усидчивость Пушкина. Он-то был трудоголиком по разным причинам, но тем не менее. Наверное, когда-нибудь не будет интереса заняться историческим каким-то материалом, но это нужно погрузиться. А я не умею погружаться. Я пишу три рассказа одновременно. И вот сесть и погрузиться для меня, я не понимаю, что должно произойти. Мне надо приковать наручниками. Тогда… И дать одну книжку, тогда я буду долго читать и переписывать. А так мне просто скучно. Если разобрать технологию, то что тогда самое важное в создании рассказа? Может быть, присутствующий кто-то или кто-то смотрит нас? Ну, несколько вещей, которые важны. Первое… Лайфхаки, совет. Да. Первое – ты должен поставить поменьше величия. Это первое. Понимание, что если сегодня перестанут писать книжки, снимать кино и так далее, то контента, который уже человечество сделал, хватит лет на пятьсот. Ничего не изменится. Но это демотивирует, это не заставляет… Демотивирует, да. Демотивирует. Нет, ты должен к себе очень спокойно относиться. Это первое. Ты великим станешь, если вдруг станешь, когда через сто лет тебя признают таким. А при жизни ты не станешь великим, как бы ты не хотел. Скорее всего, за редчайшим исключением. Поэтому, первое – спокойно и все это научишься. Второе – ставишь со стороны зрителя. Это ему интересно будет или нет? Ты для кого пишешь? Для себя все-таки? Или чтобы это кто-то прочел, услышал? Следующий момент – что ты хочешь, чтобы изменилось в человеке после того, как ты написал? Что должно в человеке измениться? У меня есть там разный вариант. Есть вариант. Должно измениться его настроение. Он пришел в плохом настроении, послушал истории про Славика, ушел в хорошее настроение. И я понимаю, что у меня задача, чтобы настроение стало в хорошем. Не чтобы я свою внутреннюю боль на него вылил. Фокус прямо именно на настроение. Да, допустим. Как вариант. То есть, ты не занимаешься вываливанием своих… У тебя зритель не твой психотерапевт, которого ты вываливаешь все твои травмы, детские боли. И столеешь его просто переживать твои боли. Нет. Ты либо… Интуиция. У меня есть четкая задача. Это 13 монологов с того света. Люди умерли, попали на тот свет. Их первое воспоминание о последнем прожженном дне. У нас у каждого здесь сидящих будет последний день в жизни. Большинство из нас будет знать, что он последний, потому что медицина такая. И мы будем знать, что он недели осталась, две. Мы будем про это знать. Как мы наполним это? Мы что-то пытаемся дальше, закроем глаза, очнемся там. Я абсолютно в этом уверен. И дальше мы начнем думать, черт, что я не сделал. И вот это 13 историй про последний день. У меня задача очень простая. Чтобы люди, которые выходят из спектакля, что-то сделали то, что они потом… Что-то успели. Успели сделать. Извиниться. Сознаться. Напиться. Я не знаю. Все, что угодно. Чтобы потом оттуда не исправишь. Оттуда не исправишь. Долги там не отдашь, которые здесь, условно говоря. У меня простая такая задача. И мне после недвижимости звонят, спасибо, мы… Вот мне прям зрители после каждого спектакля пишут, спасибо большое, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И там есть в таком важном монологе достаточно вот этой женщины в 97-м лет, которая пережила на 40 лет мужа и дочь. И там есть момент, когда она говорит о том, что у меня вообще-то женские налоги там получить лучше, чем мужские. Мне кажется, что не дарите женщинам старше 70 старческие подарки, дарите духи. Дарите духи женщинам даже если им 80. Вы им покажете, что вы верите в то, что они когда-то были молодыми красивыми женщинами. И мне несколько моих друзей написали, сказали, мы подарили бабушкам духи, ты не представляешь, как они на нас посмотрели. И я понимаю, что я не зря что-то написал. Вот. Или там ты, вот не знаю, я хотел написать рассказ, который потихоньку как-то начнет людей примерять со смертью. Он написал рассказ «Снег». И там есть фраза о том, что ты будешь, когда умрешь, скидывать на землю снег с облаков. И когда ко мне подошла одна женщина на спектакль и сказала «Спасибо, я дочери шестилетней смогла объяснить, куда папа ушел, что он скидывает снег с облаков, а летом он в отпуске отдыхает». И я наконец-то смогла объяснить, куда он ушел. И вот тогда ты понимаешь, что у тебя цель была такая. Либо у тебя банальная цель, как вот в этом, в беспринципных, чтобы мы себе простили грехи какие-то. Чтобы мы себя полюбили, какие есть. Вот беспринципные, все герои добрые. Они обманщики, они жулики, но ты их не ненавидишь. Ну вот у нас была задача такая. Мне хотелось, чтобы... Или чтобы человек просто пришел и простил себя. Это раз, либо отдохнул, посмеялся, повеселился. Вот у меня была такая задача. Когда ты понимаешь, какая у тебя есть задача, и что ты хочешь этим текстом изменить, тогда ты понимаешь, что ты собираешься писать. Ну вот тогда с этим все становится проще. Может быть задача показать себя, это тоже задача. Но мне нужно сознаться. Вот в первых там рассказах у меня была задача себя показать, что со мной интересно проводить время, работать, что-то еще. Я понимаю, что они так и написаны. Ну так надо сознать, в чем задача. Либо у тебя задача заработать деньги. И ты точно понимаешь, какой должен быть текст, чтобы он... У меня, к счастью, пока такого еще не было, потому что они так хорошо продаются. Но, тем не менее, я уважительно отношусь к людям, которые понимают, что вот это написано для того, чтобы закрыть, не знаю, там, долг за квартиру. Замечательно. А есть какие-то задачи, которые не под силу писателя? Да, у любого человека есть задачи не под силу. Не только писателя. Да писатель, допустим, вряд сможет... Я имею в виду в контексте того, что писать. То есть, вот мы говорим о том, что создаем какой-то текст, и потом будет понимание того, что произошло со зрителем или, там, с читателем. Она, может быть, не выполнена. Но, наверное, великие писатели, они пытались изменить мир к лучшему и сделать нас чуть светлее. У кого-то получилось, у кого-то нет. Вот какие-то авторы есть, которые мир немножко отодвинули от апокалипсиса. Вот. И мы чуть-чуть, там, стали другими. А есть, которые не получилось. Вот, мне кажется, задача... А кто для Александра Цыпкина такие писатели? Ну, Достоевский нас пытался спасти от революции. Ну, видишь, не совсем это получилось. Но, тем не менее, мы великие писатели, которые каждый раз пытаются человека спасти. Вот. Может быть, от этого есть стремление в театре все-таки вернуть какую-то драму? Ну, не знаю. Слушай, мне кажется, это должно быть. И в момент, когда ты приходишь в театр, человек отдыхает. Просто особенно сегодня. Он выключается на полтора часа и не думает. Мы же все сейчас об одном думаем. Что скрывать-то? Вот. И я помню, я недавно в Телеграм-канале провел опрос. Я говорю, завязывал вопрос, уместно ли в сегодняшнее время, чтобы в Телеграм-канале был развлекательный контент. Помимо другого. У меня в Телеге там есть и какие-то социальные вещи, и какие-то высказывания на политические темы. И мне, там не было бы много вариантов ответов. Совокупно 92% ответили. Обязательно оставьте развлекательный контент. Психотерапия. Я говорю, хорошо, да. Вот. Поэтому это тоже в театре должно быть. Но, в целом, очень важно, чтобы человек понимал, он выплескивает вот исключительно свои какие-то проблемы на зрителя или пытается что-то изменить, поделиться с ним, может быть, услышать его мнение. Насколько часто удается вот именно услышать этого зрителя? Ну, я стараюсь. Я стараюсь, во-первых, разговаривать с людьми, которые потом... Ну, ты же понимаешь, что люди приходят и приходят, значит, что-то там, для чего-то тут нужно. И ты собираешь отзывы, так или иначе, что зашло, что не зашло. Поэтому пока получается. Опять же, как только перестанет получаться, я сразу брошу это все. Хотел еще спросить вот про персонажей. Они... Ну, прозвучало, что они все из себя. Но бывает, что иногда писатели наблюдают. Наблюдают за жизнью. И тот же Чехов, и Зощенко, и так далее, и Довлатов, о котором уже говорили. Ну, конечно. Конечно, ты где-то берешь истории, где-то берешь людей, персонажей. Но мне еще так все плохо с памятью. Я увидел человека, и подумал, офигенный. Потом он себе забыл. Где-то у меня подсознательно он всплыл, и потом как-то, наверное, вылез. Но в целом очень много придуманного в голове. Но все равно это база того, что ты видел в жизни. Так или иначе. Просто ты можешь подсознательно это делать, не осознавая, что ты срисовал с какого-то человеком. Но очень часто говорят, вот у меня друг точно такой. Это про меня, да. Вот со Славиком так мне сто пятьсот человек подходил, говорят, у нас есть точно такой же друг, как твой Славик. Вот точно такой же. И истории вообще. Ну ладно, хорошо. Тут еще таланты артистов, которые воплотились. Словно. Ну, это вообще, артисты, основная причина успеха кино в таком. Ну, конкретно, ну, конечно, режиссеру актера, но умеется, что если ты не увидишь, как они воплотились, то... А с моими рассказами вообще по-другому нельзя. Я вообще не понимаю, что книжки покупают. У меня книжка без чтения актерам, это черно-белая вещь. Там же нет ни описаний героев, ни сколько ему лет, какой у них голос, ничего нет. Это текст, который нужно, чтобы прочел актер или автор. То, что книжки продаются, для меня до сих пор секрет. Кстати, в этом книжном магазине, вот, слава богу, полезно, да, слава богу. Кстати, вот в этом книжном магазине не продаются, я с ними разберусь. Наверное, единственный магазин в Питере, где не продаются. Это тоже тема для рассказа. Да, естественно, да. Позвали книжный магазин один, наверное, где я не продаюсь. Я такой, а как так? Вот здесь, здесь. Представляете, да. Я вот тоже недоволен, хочу жаловаться. У нас фестиваль называется «Книжный маяк». Вот есть метафора, прямо стоящая на столе. Что для тебя, книжный маяк? Ну, последняя попытка спасти интерес к литературе хотя бы в нашем городе. Вот так вот. Ну, судя по тому, как печатаются книги здесь и в других магазинах, тенденция читать остается. И если говорить про цифры, нет, конечно. Сколько у нас читают? Миллионов семь в стране. Вообще, в целом. Я слышал такую цифру. Сейчас, нет, люди читают. Я очень много читаю. Очень много читаю. Комментарии в сети. Прям учитался. Но в соцсетях. Да, в соцсетях. Я говорю, конечно, трэш непонятный. А книги, во-первых, они не дешевые. А те, кто хотят читать, они как раз чаще люди с ограниченными финансовыми возможностями. Когда книжка стоит тысячу рублей, но человек подумает двадцать раз. Может, он себе позволит пять книжек в месяц. Пять тысяч – это дорого. Но есть библиотеки. Есть. Ну, понимаю. Пока, в целом, конечно, проигрываем сериал. Это очевидно. Потому что проще посмотреть сериал, чем прочитать книгу. Но пока еще как-то держится. Поэтому книжный маяк. Маяк – это же... С ним интересная метафора. Ведь мы все воспринимаем, что маяк – это то место, куда плыть. А маяк – это место, куда не надо плыть. Потому что маяк – это показатель. Здесь скала, а не иди сюда. Логично. Плыви в другую сторону. Для этого маяк стоит, а не для того, что плыви сюда – молодец. Нет. Соответственно, с книжным маяком – так это не ходи сюда. Не ходи сюда. Скажи. У меня короткий вопрос. Система, что у меня на самолет, есть ли хоть один человек, который пришел сюда, чтобы подписать книжку? Сфотографировал. Вот один человек. Значит, я понял, сколько мне времени нужно оставить. Все. Отлично. Времени у нас, да, оно стремительно летит, и мы... Снежек, снеж. Слава Богу. Слава Богу. Да. Мы скоро должны будем завершать. Но вот прозвучало, читая много комментариев, а как на них реагировать? Стоит ли отвечать, особенно, когда какой-то гневный комментарий? Если вы только начали писать, вообще не реагируйте на критику. Никого не слушайте. Потому что 90% негативных комментариев – это комментарии психически неравновешенных людей, которые просто на кого-то нужно вылить. Выберите несколько человек, которым вы хотите показать, и они скажут, хорошо это или нет, и то не обязательно их слушайте. Я стал слушать хоть кого-то после второй книжки. Ни первую, ни вторую, я не послушал ни одного человека. Мне сказали, мне мой издатель Сан Саныч сказал, может, ты редактору покажешь первую книжку? Не надо. Потом вспомнишь, меня стыдно будет. Я говорю, вспомню, ничего страшного. Я понимаю, что там куча грехов. Я понимаю, что там просто с языком проблемы и так далее. Но, тем не менее, она до сих пор самая продаваемая моя книжка, и где-то она была в рейтинге вообще номер один по стране. Потому что она самая честная. Вот сейчас я уже пишу с ответственностью. Сейчас я уже показываю Сан Саныч, я его показываю жене, я показываю Кристины Юрьевичу. Они все-все-все и так говорят, письмо-шарик вот этого, знаете, который... Хвост отвалился. Да, вот это убрали, вот это убрали, вот это, и постепенно... И да, это хорошо написано, наверное, не придраться. Но мне кажется, потерялось какие-то вещи, как мне кажется. Соответственно, пишите сами, не слушайте вообще никаких критиков, посылайте их всех в задницу. Если вам нравится все, это уже хорошо. Пятерым понравилось, слава богу. Десятерым вообще успех. Вообще успех, потому что больше будете жреть, если этого не сделаете. Вот если не сделаете, будете жреть всю жизнь. Забудите истории, забудите настроение. Ведь рассказы это ваше настроение сегодня. Не надо откладывать это потом через десять лет. Я сегодня никогда бы не написал свою первую книжку, я совершенно в другом состоянии нахожусь. Я же не пью два года, как можно было написать то, что тогда трезвым? Нет, конечно. Вот. Пишу другое, слава богу. Поэтому написали, выложили в сеть и забили болт на комментарии. Сеть это хейт, в основном. В основном хейт. Мы устроены так, что если мы сходили в ресторан, нам понравилось, мы расскажем одному человеку. Если не понравилось, десяти. Мы так устроены люди, ничего с этим нельзя сделать. С кино то же самое. Основная масса отзывов в кино чаще будет негативная. Это не потому, что кино плохое, а потому, что люди, которым не понравилось, напишут обязательно, зачем я не понимаю, но тем не менее. У них болит, они хотят высказать. Да, слушай, у них болит другое. Кинобербитал. Вот. Поэтому написали. Потом можете посмотреть, так, сложилось, не сложилось. И точно не побоялись выложить. Единственное, что у меня бывает иногда кошмар, что я этого не сделал. Если бы я не пошел в эту сторону, меня бы просто раздавил кризис среднего возраста. Это сто процентов. Я бы всю жизнь жалел, что я этого не сделал. И, может быть, не бросил пить. Да, кстати. А тогда чем бы все кончилось? Да. Соответственно, я вот не устою повторять. У меня был проект, интервью с людьми, которым 70-80, ну так, на выход, короче. И среди них я не встретил ни одного, который жалел бы о том, что он вот был зам директора и не стал директором. Не слышал ни разу. А вот то, что не реализовал творческий потенциал, через одного. Через одного. Не станцевал, не нарисовал, не написал, не сочинил. И второй через одного не ушел человек, от которого нужно было уйти, не пришел, к которому нужно было прийти. Ну, какие-то человеческие вещи. А все эти карьерные, ну, за редким исключением, кто-то реально прям такой про бизнес, про бизнес такой, блин, у меня была суперидея, и я и не дожал, я мог бы сейчас стать новым Цукербергом, допустим. Таких единиц. Поэтому обязательно, если вы хотите написать, обязательно пишите. Сто процентов. И критику не слушайте никакую. Хотелось ли когда-нибудь писать стихи? Я периодически пишу, но просто мое мнение, что стихи нужно писать либо как Есенин и Пушкин, либо никак. Вот. Если ты выходишь в массу. Я могу написать стихи кому-то на день рождения, я могу написать стихи Оксане. Ну, кстати, надо написать, что давно я написал. Вот. И, в общем, она говорит, что, слушай, ты же хорошо пишешь. Почему ты это не публикуешь? Потому что, ну, поэтам нужно быть либо великим, либо никаким. Писателем может быть средним, как я. А поэтам нельзя быть. Почему так? Не знаю. Почему такой максимализм? Ну, потому что это божественная. Поэзия божественная, абсолютно. Это на стыке человека и Бога. А литература все-таки в большинстве случаев это чисто человек. С каналом той или иной пропускной способности, там, пять мегабит или что-то еще. А поэзия, если велика, это всегда прямой канал. И, поэтому, и Высоцкий пел, кто хоть кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, цена у этого очень велика. Вот. Поэтому писать стихи надо быть готовым в Англитаре в петли лезть. А я не готов. А не больно будет, как говорил Тригорин в «Чайке» чеховской? Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева. Вот вопрос о том, что средний писатель. Нет, не больно вообще. Вообще не больно, потому что, первое, я же не услышал этого. Я же не услышал этого. Во-вторых, я уже в одном рейтинге занял первое место в русской литературе. Да, я горжусь этим местом, на самом деле. Маме сказал, слушай, представляешь, критик один сказал, что я худший писатель России с 90-го года, за 30 лет. Худший вообще. И я подумал, блин, это достижение. Это же круто, ты же номер один. Поэтому я вообще абсолютно не парюсь из-за этого. У меня нет вот этих амбиций. Мне в кино хотелось бы, наверное, да. А потом, ну прям, я знаю, что такое зал 1800, который тебе аплодирует одному. Это прям твое чувство собственного величия, которое у меня и так раздуто. Но раздуло до таких масштабов, что уже Тургенев, не Тургенев, уже не важно. Поэтому я на этот счет не переживаю. Я очень рад, что я смог в том числе создать такую экосистему, которая мне всегда позволит писать только то, что я хочу. Я достаточно неплохо продаю эти тексты, которые пишутся. Я могу себе позволить не заниматься никакой ерундой. Поэтому нет. А забудут меня через сто лет? Ну, забудут. Как сказал Месси, главное, что помню хорошим человеком. С этим-то разобраться. А уж этим хорошим писателем, это ладно. Мы должны завершать постепенно. И последний такой вопрос. Если бы удалось в потенциальном каком-то невероятном будущем встретиться с самыми лучшими писателями вселенной, то кто бы это был, три человека? Из живых? Нет. Из мертвых? Из живых. Из тех, кто бросает снег. Так у меня же есть рассказ, как Чехов, Лермонтов и Грибоедов обсуждают, какого хрена меня взяли во французскую библиотеку. И это очень смешной рассказ. И вот они спорят, Чехов его просто в ярости, почему вот этого порщилы бы все затащили, Грибоедову относительно нормально, а Гоголь пытается узнать вообще, о чем я пишу. Когда выясняют, что о бабах, он говорит, замечательно, так что же мы его не считаем-то? Вот. Я вот с ними тремя бы с удовольствием пообщался бы. Уважаемые гости, на этом мы будем завершать нашу встречу. Спасибо. Спасибо. Я отдельно хочу сказать, что я много, как вы понимаете, интервью, и сегодня был один из лучших моих интерьеров. Это я первый раз такое говорю. Прям час в ух, и вопросы бомба. Спасибо. Спасибо большое!